Мозорские трамваи Когда было принято решение о строительстве трамвайного депо, запуске трамвайного депо, это было где-то порядка 82-83 годы, восстановление, хотя он был заложен намного раньше, это предприятие, то при пуске трамваев все вздохнулись с облегчением, в частности даже экологической стороны вопроса. В сегодняшний момент трамваем доставляется порядка около 2,5 до 2,5 тысяч людей, и эти сроки вариваются где-то порядка около часа, что позволяет. Движение травы осуществляется через каждые 3-4 минуты, и большая вместимость позволяет составить большое количество людей. И в принципе это очень удобный и довольно-таки быстрый способ доставки, тем более очень экономичный, так как трамва является экологически чистым транспортом. Он работает на электричестве, и тем самым сохраняется экология природы. Сегодня, когда весь цивилизованный мир обеспокоен проблемами экологии, заводчане добираются на рабочие места на экологическом транспорте. Быстро, всегда, вовремя и при этом экономно. За год трамваи доставляют на завод около 2 миллионов человек, затрачивая энергию, которую потребляют за этот же промежуток времени всего 1100 квартир, а это 16 девятиэтажных домов. Элементарный расчет показывает, как много людей можно перевезти и как мало при этом нужно затратить энергии, но не человеческих усилий. В настоящий момент вагоны проходят, скажем так, ежедневное обслуживание, то есть круглосуточно это ведется работа. И существуют работники, которые ходят в ночные смены, в дневные смены, и осуществляется полностью весь технологический цикл. Это ремонт вагона, начиная ежедневное обслуживание, техническое обслуживание, капитальный ремонт по текущему состоянию вагонов. Это все осуществляется здесь в депо. И количество людей в среднем где-то в смену для обслуживания выходит где-то порядка 50-60 человек, вот, постоянно в смене. Ну а все остальное, сама численность составляет порядка около 250, это всех работников, которые обслуживают в этом вагоне. Это касается не только водителей трамвая, но и слесаря-ремотники, и слесаря-электрики, обслуживающий персонал, мойщики-уборщики, вагоны моются, убираются ежедневно. Трамвай следует по автономному пути даже в час пик, когда утром поток автомобилей направляется в сторону завода или вечером в город. Этот транспорт идет строго по расписанию без вынужденного ожидания. Экономичный, вместительный, а главное – экологически безопасный. Трамвай может за раз перевезти около 100 человек. Сегодня в управлении обслуживают 54 трамвая. Из них – 48 для перевозки пассажиров. Трамваи были закуплены еще в 1986 году. Сама модель трамвая довольно-таки старая, она порядка 1965 года модель. Но на сегодняшний момент усилиями трамвайного управления поддерживаются в довольно-таки хорошем техническом состоянии. Сами видите, трамваи ездят, перекрашиваются, и постоянно стараемся поддерживать их в надлежащем виде. Трамваи сами в эксплуатации уже порядка около 23 лет. В данной ситуации, но как они выглядят, вы сами увидите. И действительно, многие отмечают, насколько чистые и аккуратные вагоны мозорских трамваев. Несмотря на приличный возраст, выглядят они как новые. И все благодаря качественному уходу. Обслуживают трамваи в главном производственном корпусе. Здесь, помимо всевозможных ремонтных работ, вагоны ежедневно чистят и моют. А раз в три года – обязательный полный технический ремонт с покраской. На обкатку 0801 вагон. Сегодня трамваи оснащены современным радиооборудованием. С каждым вагоном диспетчер поддерживает связь на протяжении всего пути. Именно из Центра управления диспетчерской регулируют время прибытия вагона и решают нестандартные ситуации на пути следования. Мы являемся диспетчерами по выпуску трамвайных вагонов из депо. Работа наша заключается в том, чтобы водители все выехали по времени. Организация движения по линии у нас ДНПЗ. Доставка у нас есть две смены. Есть разрывники, есть первую во вторую смену, есть спецвагонники. Нужно делать так, организовать работу движения, если не да бог, там ДТП или какая-то задержка, чтобы было все без проволочек и быстрая организация движения, чтобы не было задержек. Самое главное нам доставить работников НПЗ на НПЗ. Трамваями управляют и мужчины, и женщины. Но стоит отметить, вопреки всем стереотипам, последних на порядок больше. Мужчин же чаще задействуют на спецтехнике. Там нужен не только опыт и профессионализм, но и сила. При закладке, говорится, при развитии начала трамвайного движения, производилось обучение водителей трамвая. И пока львиная доля всех водителей трамвая – это те, которые обучались тогда. То есть довольно-таки люди опытные и, скажем так, с опытом работы. Но недавно мы осуществляли обучение в Витебске. Первой партией уже молодых водителей трамвая, которые пришли на смену. Ну, пожилым, которые уходят на пенсию, довольно-таки удачно и успешно они отучились в Витебске. Получили хорошие отзывы о работе и успешно работают сейчас. На работу, как на праздник, едва ли найдется в депо водитель, который не любит свою профессию. Для этих людей трамвай давно перестал быть просто средством передвижения. Спонтанное решение или мечта детства. У каждого водителя трамвая своя история. Трамвай больше, чем средство передвижения. Потому что трамвайчики, как говорят, уже у нас пассажиры ходят, как говорят, по минуткам. Это можно сверять часы. Поэтому она и вовремя, и комфортная, и тепленькая, как говорится, и удобная, светлая. Можно ездить без опозданий. На работу не опаздывая. Свою бы работу не поменяла ни на какую другую, потому что мне нравится ездить, мне нравится трамвай. Курсирующий трамвай можно смело назвать визитной карточкой города. История двух десятков лет до сих пор без проблем перемещается по путям и доставляет тысячи заводчан на работу. По вагонам сверяют часы, а на хорошую работу коллектива трамвайного управления равняются коллеги из других цехов. Сегодня уже нельзя и представить, как бы выглядел Мозырь без красных трамваев. Катерина Болотецкая, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь.